ночь ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Девушки отдыхают 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 Мы же как братья, семья. Моя семья мертва, Джимми. Нет. Что-то тебя все-таки гнетет. Нет, старик, все нормально. Я просто устал, уверен? Да блин, хватит уже. Извини, извини. Нет, это ты меня извини. Мне просто нужно отоспаться. Ты в порядке? Да, конечно, увидимся завтра. Ну все, пока, пока, пока. Давай. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Девушку, значит. Ну, может, кого-то и нашел. Уверен, у него, как и у тебя, нет никаких шансов. Да не гони. Ну, думаю, раз он ушел, мне тоже пора. Урод. Похоже, я тут сегодня один буду играться. Ну да, мне надо кое-что лайть. Увидимся, пока. Мои нервы все равно тебя не выдержат. Я тебя нашел. Куда ты пропал? Даже мне не позвонил. Что случилось? Надо было кое-что уладить. Я тебе сейчас зад надерусь, ты не дашь мне другое объяснение. Слушай, я просто должен был заняться кое-каким делом. Думаю, это как связано с той девушкой, которую ты искал. Прости меня. Я знаю, что происходит. Кто она, Майк? Я даже не знаю. Все, что я знаю, это то, что я ее должен найти. И что? И что? Просто не лезь. И поверь мне, старина. На одной вере далеко не едешь, чувак. Слушай, Джимми. Мне пора. До скорого. Надеюсь. Привет, Майк. Ты? Кто ты, черт возьми? Ты знаешь. Я знаю. Я знаю, что видел, как ты склопотала пулю в грудь. Ты должна быть мертва. А вот кто ты, этого я не знаю. Не бойся меня. Я от тебя не боюсь. Я просто... Я наблюдал за тобой. Правда? Это забавно, потому что я тебя нигде не мог найти. Я должна тебе кое-что отдать. Правда? Я знаю, что потеряно. Я могу это видеть. Почему бы тебе не сказать, что, черт подери, ты имеешь в виду? Не сейчас. Что, уже уходишь? Не, никуда ты не уйдешь. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует... Майк, Джимми, веришь в то, что в мире есть вещи, недоступные нашему пониманию? Как высшая математика? Нет, я имею ввиду сверхъестественные вещи. Но такие вещи чаще всего кажутся, когда выпьешь слишком много, или до дури накуришься, а чем ты говоришь, чтоб тебя... Иногда просто понимаешь это, как будто ты наконец-то нашел то, что искал на протяжении всей своей жизни. Чего? Ну, ты не понимал этого. То есть это тебя даже немного пугает. Но ты понимаешь, что это наконец случилось. Что-то я тебя не очень понимаю, старик. Тогда нужно отказаться от рационального подхода, просто плыть по течению. Ты от меня совершенно отдалился, не поднял трубку прошлой ночью, а теперь порешь мне какую-то ахинею. Это так лучшие друзья не общаются. Извини. Майк, что ты от меня хочешь? Может, мне просто... Ну, чтоб ты мне сказал, что я не сумасшедший. Ну, скажи мне, что ты пошутил, и тогда я скажу тебе, что ты не псих. Послушай, Джимми, Это было... На самом деле, мне нужно идти. Пока, Джимми. Майк, какого хрена? Майк, Майк! Алло. Где? Ладно. Я тут. Думаю... Знаешь, я даже твоего имени не знаю. Меня зовут Таня. Черт, что это за место? Уединенное. Я рада, что ты пришел. Я знал, кстати. Правда, я нет. Это будет непросто. Ладно, Таня, в чем дело? Глубоко внутри. Ты знаешь. Че это было-то? А? Пол morte. Как? Фак. Аpart one. Фак. Продолжение следует... 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 Подожди, Майк Все пройдет Поговори с людьми, мы поможем Да Что-то ты не выглядишь особо счастливым Не выгляжу Я никогда не буду Ты мне ничем не поможешь Но ты же сам только что сказал, что мы должны помогать друг другу Меня это не касается Для меня это не смысл Что, не спится, да? Да, ну так всегда в начале. Интересно, а бывает у бесконечности начало? Надо бы сказать тебе спокойной ночи, но у меня ужин пригорает. Милая девочка. Привет, Майк. Мы тут отдыхаем. Ясно. Ну что, как, обвыкся уже? Заткнись. Таня слишком тебе верит. Если б я был твоим хозяином, я б тебе не верил. Это неподобающий способ держать раба-раба. Ты странный урод. Прости, погорячился. Я сейчас на куски разорву. Будет выглядеть аппетитно, конечно, конечно. Кто же защитит нас, когда мы спим? Потому что, насколько я знаю, большинство из вас не выносит солнца. Ну что ты думаешь, Хенри? Я пойду прогуляюсь. Приятного вам вечера. Кстати, меня зовут Генри, а не Хенри. Боже, иногда мне хочется выцарапать этому сукину сыну глаза. Что это с ним такое? Никогда не обращайся на обувь вампира. Получишь головной боль на века. Да, но хочешь верь, хочешь нет, мы уживемся. Неужели? Ну да, по крайней мере, мы не мешаем жить друг другу. Хорошая политика. Итак, новичок, мы слышали, ты был в шоке от своего первого убийства. Можешь об этом не рассказывать. Да нет, ничего, все в порядке. Это правда. Такое, знаете ли, не каждый день случается. Да уж. Мне потребовался почти год, чтобы к этому привыкнуть. Месяц. Два дня. Урод. Я справлюсь. Я к этому привыкну. Все будет хорошо. А что, мы можем есть обычную пищу или нет? Да нет, Елена сумасшедшая, это факт. Ну да, да, она тебе правда сказала, мы можем есть. Это не дает нам насыться, но по крайней мере, это вкусно, вот как я бы сказал. Елена обычно делает нам большой ужин по вечерам, но не спеши его пробовать. Иногда она туда добавляет, черт знает что, мыло, присыпку, для детей, бензин. Плюс это помогает нам смешиваться с толпой. Никто не думает, что вампир будет завтракать в фастфуде. Понимаешь, ну, всякую фигню, это она добавляет. Ну да, пыль в глаза. Верно, да. Вообще-то, мне было интересно, что с Нотани Элем, он не из веселых, но это грустная история. У меня была жена, они жили счастливо до того, как Таня не решила наложить на них свои маленькие ручки. Она думала, что будет мило. Но знаешь, два любовника вместе, навсегда. Ну, всем хорошо, или даже лучше, но потом что-то случилось. Понимаешь, как-то, наверное, уже заметил, каждый из нас смиряется с этим по-своему. Не спится? Я думаю. А о чем? Джимми, надеюсь, он перестанет меня искать. Я тоже надеюсь. Он сказал, что мы с ним одной крови. Мы были лучшими друзьями. Проблема смертных друзей в том, что они умирают. Слушай, я не хочу, чтобы делали что-то необдуманное. Знаю, что это звучит неубедительно. Извини. Надеюсь, я тебя не разочаровал. Нет, Майк, совсем нет. Правда? Ты замечательный. Ты тоже ничего. Так, ну как ты поладил с ребятами? Ну, они классные. Я знала, что это просто займет некоторое время. Ты уверена, что все случилось не случайно? Тебя ранили, ты меня обратила. что? Ты знаешь, сколько раз я уже проделывала подобные трюки с людьми? Два? Сотни. Ты знаешь, сколько раз это не сработало? Один. Правда? Я не сомневаюсь, что этому суждено было случиться. Я тоже в этом не сомневаюсь. Знаешь, ты мне в душу запала. Ты мне тоже нравишься, Майк. Сильно? Сильно. Ну, насколько сильно? Если мы не хотим никого разбудить, надо остановиться. Ладно. Эй, Джимми, Майк пропал. Слышал что-нибудь? Нет. Мертвая девушка на парковке потеряла много крови. Знаешь, об этом что-нибудь? Так слышал. Может быть, как связано с Майком? Да, как? Но я хочу, чтобы ты выяснил. Нет проблем, я ценю это. кто такое, Таня? У нас проблема. Друг Майка, Джимми Кеннон? Ты уже знаешь? Я уже знаю, уже поговорил с Майком, и это уже решается. Хорошо. Надеюсь, что это правильно. А это вот история про крысенка по имени Лысый Уга. Он был королем леса и очень любил там погулять ночью. Ему было немного холодно, потому что не было шерсти, он был лысый, и он любил петь. Не знаю, старик. Знаешь, в некоторых странах копы даже оружие не носят. Это все, что у них есть. Неужели? Да, я хочу сказать, надрать коммунизат, они и так могут. И он любил петь, и они так гуляли по лесу, и было им очень весело. Потом маленького крысенка поймала лиса, кровь была повсюду, кровь. Так, мальчики, это вам венцо. Говорит по-испански. А, вот такой был, понимаешь, волк. Эй, слушай, я хотел тебя спросить, кто этот парень? Еще он за мной все время ходит, японец стоит. Вот, блин. Тань сказал, он безопасен. Но от этого парня у меня в жилах кровь стынет. Мистер Загадочный, собственной персоной, да. Он любит за нами наблюдать. Ты тут новенький, понимаешь? Говорят, нас бы тут не было, если бы не он. Таня, говорят, она ему дороже всех, потому что ее сделал он. Он ее сделал, понимаешь? А как это случилось? Сколько, сколько. Ей пришлось уйти и путешествовать по миру, завести семью, нас, всех нас. С тех пор он никак не может перестать следить за нами. Да, не беспокойся. Не о чем беспокоиться. Субтитры создавал DimaTorzok я не думал, что ты позвонишь. А что так-то? Ну, не думал, что захочешь со мной еще раз поговорить. А что, почему ты звонишь? Ты мне нравишься. Конечно, а теперь правда, пожалуйста. Ну, просто в последнее время я много думал, о чем, например, о моем партнере, моем лучшем друге. Он пропал. А что произошло? Перестал приходить на работу. Дома его нет. Он больше не отвечает на телефон. Просто не знаю, что делать. Я должен найти его. Помочь ему. Джимми, не пойми меня неправильно, но я уже бывал в таких ситуациях, когда люди вот так вот уходят. Они просто не хотят, чтобы их нашли. Или они мертвы. Ты должен быть готов к этому. Я должен помочь моему другу. что за черт? Извините, ребят. Все, что произойдет, сейчас ничего личного. Просто работа. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Что это еще за сюрприз? А, открой глаза. ДимаTorzok 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 Может, кино? Что у тебя на уме? Ух ты! Продолжение следует... 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 И он послал ко мне своего друга с большой сумкой денег. И все, что я должен был сделать, это, знаешь, тебе лапши на уши. Майк просто хотел, чтобы ты думал, что он мертв. Так что они тебе заплатили? 20 кусков. Неплохо, да? Прости, старик. Все нормально. Знаешь почему? Потому что ты поможешь мне. Эй, приятель, хорошая ночка. Ну да, дерьмо. Что с лицом? Какие-то сукины дети захотели меня ограбить. Я надрал им зайчик. А где твои очки? Разбились, да? Был неудачный день? Да. Да, неудачный. Можно так сказать. У меня есть кое-что, что поднимет тебе настроение. А, у меня есть кое-что, что испортит тебе настроение. О! Неужели это Джимми Кэнон? Это я. А ты тот сукин сын, кто скажет мне правду. Ты забавный. Я знаю. Эй, отпустили, клянусь, я тебя застрелю. Не мог дождаться, когда ты это скажешь. Отчет. Не может быть. Но это так. Вампиры существуют, Джимми. А еще есть я. У меня вся их сила, их способности. Я даже могу выходить на солнечный свет. Квинтэссенция. Лучшего из обоих миров уплоти. Все, что мне нужно делать. Это защищать моих друзей от таких, как ты. Ах да, чуть не забыл. Еще я бессмертен. Прям как твой друг, Майк. Как дьявол. Квинтэсенция. Квинтэссенция. Продолжение следует... 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 Я сделал, как ты просил. Твоя жена не была так сильна, как ты. Ломать ее было неинтересно. Но ты сказал, это будет быстро и безболезненно. Я хочу сказать, то есть я не вижу для нас повода идти на попятную, даже больше. Когда я уеду, ты со мной не поедешь. Чего? Мне нужно, чтобы ты остался тут. Зачем? Ты еще новичок, Майк. Для тебя это слишком. Нет, нет, я пойду. Я пойду с тобой. Позволь мне помочь. Нет. Ты не поможешь, будешь только мешаться. Хрена с два. Пожалуйста, останься тут, милый. А ты как же? Если Джимми узнает, что ты... Да, я справлюсь. Пообещай, что ты останешься тут. Мне это не нравится. Будь осторожна. Хорошо. 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 Чёрт, это же Дракула. Джимми Кеннон, позволь мне поприветствовать тебя в нашем теремке. Послушай, я тут, чтобы забрать Майка. Ты приведёшь его, чтобы я его увёл. Если нет, твоя задница разлетится на кусочки. Интересное предложение. Позволь мне объяснить тебе твою дилемму. Понимаешь, между тобой и Майком все мы. Я хочу сказать, у тебя нет шансов. Вот мы сейчас и посмотрим. Боюсь, ты недостаточно быстро. Чёрт. Знаешь, когда прийти. Чёрт, ну не сука ледь. Чёрт. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нормально? Есть луида и укусов нет, значит, нормально. Черт. Старик, один из них пропал. Да не волнуйся ты, я им займусь. Позаботься, чтобы никто из них не очнулся слишком рано. Ладно, у меня тут незаконченные дельцы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это было просто. О, Джимми. Ублюдок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА МАЙК! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Джимми. 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 Добро пожаловать в реальный мир. По ему скромному мнению, ты двинутый. Миленько, мне хочется поцеловать твое лицо перед тем, как разбить его, потом убедиться, что ты еще жив, и приняться за остальные части тела. Это даже полезнее морковок, да? Ты труп. А, ты труп. Пока нет. Редактор субтитров А.Семкин Мoby. Джимми. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Где Майк? Не здесь. Предлагайте отвезти меня к нему. Вряд ли. Ты, наверное, местная сучка среди этих вампиров. Ты ж меня не знаешь, Джимми. Я знаю достаточно, чтобы внести тебя в мой список, кого сегодня пришить. Ну, мы не зло, Джимми. А те, кто там, они не мертвы. У каждого из нас свое мнение. А, по-моему, вы зло. И ты, и те, кто там скоро сгорите, вы зло. Вы трупы, и вы уже пыль. Ты ж не хочешь этого делать, Джимми. Просто выслушай меня. Я могу стать твоей мечтой. Я могу дать тебе все, что ты захочешь. Тебе это нужно. Ты права. Ты готов? Ах, да, совсем забыл. Маленькая штучка. Ах, да... Продолжение следует... 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 Продолжение следует...